В эфире информационно-правовая программа Де Факто. Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Убил из-за денег. Подробности резонансового преступления на улице Огаренко в Гомеле. Три человека погибли при лобовом столкновении легковушек под Рогачёвым. Браконьерство семейным подрядом. В Гомеле к уголовной ответственности привлечены мужчина и женщина, которые сообща занимались незаконной рыбной ловлей. В августе было украдено 69 велосипедов. Тенденция последних месяцев ведет к увеличению такого вида краж. Не переключайтесь. Впереди главные происшествия и события недели. В Гомеле сотрудники ГАИ по горячим следам задержали мужчину, который убил свою бывшую жену. О смертельной расправе, которая произошла на улице Огаренко, сообщил очевидец. Информация о происшествии и о том, что виновник скрылся с места преступления, была передана всем нарядам милиции, дежурившим в областном центре. Экипаж батальона ДПС ГАИ УВД, прибыв на место первым, обнаружил пострадавшую женщину с ножевыми ранениями без признаков жизни. Ею оказалась 35-летняя гомельчанка, которая жила неподалеку. Очевидцы происшествия описали событие и внешний вид нападавшего. Обследовав прилегающую дворовую территорию, за магазином Оксана инспекторы ГАИ увидели мужчину, схожего по приметам. На его причастие к преступлению указывали и следы крови на одежде. При задержании сотрудникам пришлось применить физическую силу. Ножа у задержанного не оказалось. Как выяснилось нападавшей, 55-летний бывший муж пострадавшей, который два года назад был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Задержанный пояснил, что с места происшествия шел домой, попутно купив в магазине спиртное, а нож выбросил недалеко от магазина. Причиной смертельной ссоры стали деньги. Бывшие супруги не смогли их мирно поделить. Потерпевшие и подозреваемые несколько лет назад развелись, однако поддерживали отношения и в последнее время они сожительствовали. Свидетели опознали мужчину. В отношении задержанного городским отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. Ему грозит 15 лет лишения свободы. Три человека погибли при лобовом столкновении легковушек под Рогачевым. Еще трое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Трагедия произошла на трассе Рогачев-Быхов. Предположительно, водитель легкового автомобиля Киа на крутом повороте не справился с управлением на мокром асфальте и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки Рено. Столкновение было настолько сильным, что передние части обоих автомобилей превратились в смятые гармошки. Водители автомобилей, женщина и мужчина, а также один из пассажиров погибли на месте происшествия. По данному факту Рогачевским районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Из автомобиля Рено были доставлены в медицинское учреждение три пассажирки, в том числе трехлетняя девочка. На настоящий момент одна из пассажиров уже выписана, две по-прежнему находятся в медицинском учреждении. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, были опрошены свидетели. По уголовному делу назначены ряд экспертиз. На советском областном центре «Лексус» столкнулся с «Фольксвагеном». По словам водителей, седан на перекрестке пропускал пешехода. В этот момент в него врезался внедорожник. По счастливой случайности, никто из участников дорожного движения не пострадал. Правда, из-за двух машин на перекрестке образовалась пробка. Выстроился ряд из троллейбусов и автобусов. Оперативно прибывшие на место ДТП сотрудники госавтоинспекции произвели необходимые экспертизы. После чего движение по улице Советской продолжилось в обычном режиме. Оценка виновности водителей будет дана позже. Известно только, что автомобиль «Фольксваген» был совсем недавно приобретен хозяином. Тот даже не успел оформить страховку. Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима на дорогах области. Еще одно ДТП произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карповича. Один удар пришелся машине колесом в бампер, еще два – головами в лобовое стекло. После этого пассажир мотоцикла побежал в ВУЗ, опаздывал на пару. В госавтоинспекции Гомельской области сообщили, что пострадавших нет. На водителей автомобиля и мотоцикла составлены административные протоколы. По предварительной информации, автомобиль с минским номером и мотоцикл выехали навстречу друг другу на зеленый сигнал. Водитель машины при этом собирался поворачивать налево. Мотоциклом управлял учащийся техникума. Пассажир – студент университета. До своего ВУЗа он не доехал несколько сотен метров. Серьезных травм никто не получил. Пока оформляли протокол, парень побежал учиться. К ответственности привлечены и водитель машины, и мотоциклист. Первый – за то, что не пропустил встречный транспорт. Второй – за отсутствие водительского удостоверения необходимой категории. Браконьерство семейным подрядом. В Гомеле к уголовной ответственности привлечены мужчина и женщина, которые, сообща, занимались незаконной рыбной ловлей. Любовную парочку задержали сотрудники охраны животного и растительного мира как раз в тот момент, когда лодка браконьеров причалила к берегу с уловом. Факт нарушения природоохранного законодательства был обнаружен на так называемом Обкомовском озере. Браконьеры действовали осторожно. Мужчина ставил сети и поднимал, а его женщина с берега следила за обстановкой. Злоумышленники были удивлены, когда их задержали природоохранники. Улов браконьерской четы потянул на четверть центнера, а сумма причиненного окружающей среде вреда составила более 4 тысяч динаминированных белорусских рублей. Против нарушителей возбуждено уголовное дело. Им грозит штраф и лишение свободы сроком до трех лет. У нас именно с участием лиц женского пола и первый случай. Они ловили тремя лесковыми сетями, запрещенным орудием любительского рыболоса, с использованием резиновой лодки. Гражданин сам осуществлял изъятие сетей из воды, а гражданка с биноклем находилась на берегу и осуществляла осмотр местности, скажем так. Вот что ни говори о теме краж велосипедов, не уделял внимания только ленивый. Каждый день по радио и телевидению в печатных средствах массовой информации твердят «Будьте внимательны, будьте осторожны, примите меры к сохранности». Наверное, уже и не найти такого человека, который бы не слышал эти предупреждения. По логике вещей, количество краж двухколесных средств передвижения должно уменьшаться. Народ-то предупрежден, а в реальности нет практически ни одного дня, чтобы не бежали граждане в милицию с просьбой разыскать как злоумышленника, так и само имущество. Ради интереса сделали срез одной недели в конце лета. Ровно за семь дней было украдено 17 велосипедов. Причем особой разницы нет – силуэта, райцентр или гомель. В течение суток раскрыли семь из них. За это же время смогли установить преступников и по четырем аналогичным кражам, совершенным ранее. Результат вроде бы неплохой, но ведь тенденция идет к увеличению таких краж. Так, в мае было совершено 58 краж велосипедов. В июне уже 70. Июль и вовсе стал по этому показателю рекордным – 73 факта. Да и август был совсем неспокойным – 69 фактов краж. Основная причина хищения этих велосипедов является беспечность самих граждан, которые, приезжая к магазину кафе, оставляют их прямо непристегнутыми возле дверей, возле парапетов, затрудняясь их пристегнуть. Ну и в свою очередь, в другой раз, не принимают мер по покупке надлежащих запорных устройств. Покупают дешевое устройство, которое очень тонкое, замки ненадежные, прикрепляют их, а преступнику не составляет труда их перекусить или сломать обычной отверткой обычными плосковыми. Воруют везде – от магазинов до лестничных пролетов. Так, в жлобе недорожный велосипед пропал из подъезда. Оперативники уголовного розыска и участковый инспектор милиции злоумышленника установили. Позарился на чужое учащейся средней школы, который ранее уже попадал в поле зрения милиции и даже состоял на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. Похищенные хозяйки вернули. В Житковичах рабочий ПМК всего лишь на минутку оставил свой стелс-навигатор возле магазина «Фея». Этого времени хватило ранее судимому за кражу 46-летнему местному жителю. Правда, и здесь сотрудники угрозыска оказались на высоте. Вора установили и задержали. Двухколёсный друг также вернулся счастливому владельцу. А вот в жлобине 29-летнему мужчине не повезло. Аналогичный стелс он оставил непристёгнутым около подъезда дома. Беспечность была наказана молниеносно. Велосипед исчез в неизвестном направлении. Как оказалось, все эти случаи объединяет ещё одно. Велосипеды не были поставлены в милиции на учёт. На сегодняшний день раскрывается более 40% подобных преступлений. Причём удается раскрывать даже кражи пятилетней давности. Ещё раз напоминаем. В настоящий момент на Гомельщине владельцы велосипедов могут поставить свои транспортные средства на учёт ВВД, чтобы исключить либо предотвратить пользование чужим имуществом. Данная мера в дальнейшем поможет отыскать и возвратить законному владельцу похищенный велосипед. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора. К слову, об угонщиках. Им может грозить до 4 лет лишения свободы. Пожар на площади 100 квадратных метров несколько потерпевших. Так по плану проводились учения Министерства по чрезвычайным ситуациям на фабрике «Герои труда» в Добруши. Отрабатывали совместные действия с персоналом по обеспечению пожарной безопасности на предприятии. Сегодня на фабрике «Герои труда» работает тысяча человек. Производство бумаги и картона пожароопасное. Потому здесь важно иметь не только все необходимые средства для тушения пожара, но и подготовленный к чрезвычайным ситуациям персонал фабрики. Совместно с Добрушским МЧС сегодня проводится противопожарная тренировка, целью которой является определение и отработка методов и навыков пожаротушения. Это первая цель. Вторая цель – это взаимодействие как самих работников, так и взаимодействие с работниками МЧС. История тренировки такая. В складском помещении производства, где изготавливается бумага и где находится 200 тонн бумаги ролевой, произошло возгорание. Во время ликвидации пожара было задействовано 4 человека из числа работников фабрики, 20 сотрудников МЧС и 5 автоцистерн, а также машины скорой помощи и милиции. Двум условно потерпевшим оказывали помощь в медпункте, условно потерпевшего мужчину вынесли сотрудники МЧС из цеха и передали врачам скорой помощи. Было отработано несколько чрезвычайных ситуаций различной направленности. Также по ходу учений было отработано несколько водных. Такие учения необходимы как для повышения боеготовности наших подразделений, так и для навыков работников предприятия. Цель учений достигнута, все справились с поставленными задачами. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале Беларусь-3 и на сайте телерадиокомпании Гомель. Если вы стали свидетелем происшествия, свои видео и фотоматериалы, вы можете присылать к нам на электронный адрес де-факто гомель собака.gmail.com. Наиболее интересные из них мы покажем в нашей передаче. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Субтитры создавал DimaTorzok